Халлилуйя! Слава Богу! Слава, слава Иисусу нашему! Благодарю Господа за каждого из вас и благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Как прекрасно, как чудесно иметь Бога, который переживает, печется, заботится о нас. Иисус Христос сказал однажды, Евангелие от Матфея, Он рассказывал о том, что Бог заботится о птице, которые не сеют и не жнут, но Он их кормит. И Он сказал, что мы гораздо лучше эти птицы, но мы должны сначала, что прежде, искать со свободой и правдой Его. И все остальное приложится к нам. Бог говорит, Он позаботится, чтобы все необходимое прилагалось к нам. Халлилуйя! Халлилуйя! Приветствую вас, дорогие мои, на завтрак со Христом. Халлилуйя! Иисус уже занял свое место, и я тоже занял свое место. А вы располагайтесь удобно за столом. На этом завтраке у Бога есть что-то нам давать настолько, что мы пройдем этот день победоносно и дальнейшие дни нашей с вами жизни. Халлилуйя! На нашем столе, как вы знаете, есть то, что Бог использует, чтобы выражать свою любовь к нам. Любовь всегда требует доказательства. Любовь не должна быть в словах. Любовь требует доказательства. Рылья нам в 5 главах говорит о том, что Бог доказывает свою любовь тем, что Он отдал нам Сына Единородного своего. Халлилуйя! Иисус тоже доказывает свою любовь к нам тем, что Он положил свою жизнь за нас. Это прекрасно, это чудово. Поэтому все, что Бог делает, это чтобы выразить, открыть нам, доказать нам, показать нам, настолько Он любит нас. То, кто любит тебя, это то, кто ценит тебя. То, кто ценит тебя, это то, кто дорожит тебя. Ты есть все для того человека. Настолько, что если требуется за тебя умереть, то готов пожертвовать самому себя за тебя. Так и Иисус Христос сделал. Он выражение Божьей любовь. И поэтому, когда Богу нужен, чтобы кто-то умеет за нас с вами, Иисус был готов отдать свою жизнь за нас. Халлилуйя! Это есть высшая степень, высшее выражение любви Божьей. Поэтому Он говорит, скажи праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать от плоды дел своим. В чем заключается это благо? И в чем заключается, что этот человек будет вкушать от плоды дел рук своих, что это у него будет успех. Это есть из-за того, что Бог любит тебя, и его желание есть только в одном направлении. Желание не злое, а желание во благо, чтобы тебе была будущность. Чтобы у тебя была надежда, чтобы у тебя было все хорошо. Вот такое у нас Бог. Халлилуйя! Халлилуйя! Давайте скажем вместе, Бог любит меня настолько, что Он отдал мне Иисуса Христа. Бог любит меня настолько, что Он выражает, доказывает свою любовь ко мне. Что Он простил меня все грехи моим. Что Он исцеляет меня от всей недруги и болезни моих. Он подкрепляет меня, избавляет меня и напугняет меня духом с этим. Он очистил меня. Он омыл меня своей дорогосельной кровью. Кровь без порока и пятна. Халлилуйя! Есть доказательство, что Бог любит. Я доказательство Его любви. Потому что Он простил меня. Он очистил меня. И Он выразил свою любовь ко мне. И Он сказал, я люблю тебя. И я отвечаю, я люблю тебя, Господи. Отец мой небесный. Я люблю тебя, Господи. Творец мой Иисус Христов. Я люблю тебя, Господи, Дух Святой. Ты есть все для меня. Халлилуйя! 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 Слава Богу! Аминь! Сегодня мы продолжим то, что мы начали вчера утром. Тема была «Огнез Божий – это Сын Божий». Но сегодня я немножко эту тему ставлю в виде вопроса. Почему «Огнез Божий – Сын Божий»? Как вторая часть, то, что мы начали вчера. Почему «Огнез Божий – Сын Божий»? Давайте посмотрим. Евангелие от Иоанна, первая глава. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, первая глава, 29 стиха по 35 стиха, есть некоторые вещи, что мы замечаем. По свидетельству Иоанна, когда он крестил людей в реке Юадане и крестил их в воде покаяния, он увидел то, что никогда не видел, и то, что он видел, это было откровение от Бога, что Бог открыл его глаза, и он начал видеть Иисуса Христа в таком виде, что он никогда не видел, в таком образе, который он никогда не переживал и не видел. Моя молитва сегодня, чтобы этот день Бог начал открывать тебе то, что ты никогда не видел, в таком, чтобы это откровение не было просто знания для тебя, а просто была пища, которая входит в твоем духе, души и тела, которая меняет тебя и дает тебе жить лучше, чем когда-либо в твоей жизни, которая будет влиять на твою жизнь позитивно, и изменение позитивно и положительно во имя Иисуса Христа, чтобы вы были сетями Бога. И вот он видит Агнец Божий, и он видит Иисуса как Агнеца, который берет грек мира на себя. И он говорит, я не знал его, я не знал его, но тот, кто поручил мне, призвал меня крестить в воде, в покаянии, сказал мне, на ком я увижу, что Дух Святой сходится, и я увидел, что Дух Святой сошел на него образе голуба, или как голубь, Бог сказал, тот есть Сын Мой, который крестит вас Духом Святым и огнем. И поэтому у Иоанна появилось два твердых откровения. Третье твердое откровение, что Иоанн крестит в воде, но в процессе крещения он увидит то, что Бог откроет для Израиля. Для Израиля почему? Потому что Бог дал обещание Аврааму. Он дал обетование, обещание Аврааму, что он из него создал народ. И все народы земли благословляются в Аврааме, то есть и потомки его. И поэтому Иисус приявил, должен явиться тому, кто носит обетование, тому, кто Бог благословил с этим обетованием. Поэтому Он явился им первым. Иоанн говорит, я пришел крестить в воде, но Он явился. И еще Он говорит, когда я крещу вас в воде, Он крестит вас лучшим, то есть духе. И этот, который я увидел, как агнец, и на нем Дух Божий, и крестит вас Духом Божьим, Он и есть Сын Божий. Как я узнаю Сын Бога, это то, которое мне откроется, что Он есть агнец Божий. Во-первых. И во-вторых. На нем Дух Святой сходится и остается. И третий. Он тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем, Он и есть Сын Божий. И возникает вопрос. Тогда почему агнец Божий? Почему это образ агнец Божий? И 35 стих. Мы читаем, что на другой день опять стоят Иоанн и двое из учеников его. Иоанн имел эти откровения и начал делиться со своими. Когда мы читаем Евангелие от Луки 1 глава, мы увидим немножко детально, что произошло, какие учения было Иоанна, как он учил солдатам не брать лишнее, как учил людей быть справедливыми, как учил людей бояться Бога и прийти к Богу, преди тем, что он крестил и в воде. И тому подобное. Но когда он это все говорит, были люди, которые отошизвляли с его учением и были его учениками. И желание Иоанна открыть учениками, что Бог открывает ему, чтобы они знали то, что он знает. Но большее желание Иоанна, чтобы они лично познакомились с этим Агнесом Божьим, Сыном Божьим, и переживали его силу, его любовь, как и он, Иоанн, восторгается в это откровение. Поэтому 35 стих дает нам понять, что после того, что Иоанн увидел всего прочего, кто Агнес Божий, на ком Дух Святой идет, и кто будет крестить Духом Святым и огнем, и кто и есть Сын Божий, на другой день он стоял со своими учениками в наблюдении. И, видимо, в это время он начал их наставлять, чтобы они узнали, кто такой Агнес Божий. Они узнали, кто будет крестить людей Духом Святым. Они узнали, кто явится Израилю, для израильского народа и для всего мира. Чтобы они узнали, кто настоящий Сын Божий. Потому что до этого никто никогда не гласил, не провозглашал, не показался, как Сын Божий. Ни один пророк, ни один служитель, ни один царь никогда не заявил, что увидел Сына Божьего. Все знали, что есть Бог, а то, что у Него есть Сын, никто об этом не знает. Все знали, что есть Бог, а то, что Он же может быть Агнес Божий, никто никогда не знает. Они знали Агнеси или Козии, или те животные, которые они покупают в рынке, базаре, или спрашивают у себя дома, и каждый год приносили в храме, закалили, проливали кровь. Но то, что кто-то скажет, что тот есть Агнес Божий и готов быть заменой того, что они покупали в рынке и базаре, и чтобы исполнять цель, ради чего они приходят в храме, чтобы отдать себе, как Агнеса, вместо того, что они покупают, и покупали богатые, покупали бедные, и не имеет значения, чтобы изливать свои грехи на них. И каждый год это повторили. Никто, никогда, ни Моисей, ни Иисуса Навина, ни один пророк, ни один царь, ни Давид, ни Даниил, все большие пророки и моли, никто никогда не видит Сына Божьего. И поэтому Иоанн в восторге, восхищении. И в этом откровении он начал делиться со своими учениками. И они стояли с ним на другой день и наблюдали, как этот Агнес Божий идет к ним. Завтра немножко поговорю об этом. Как Агнес Божий шагает к ним. И у них возникла вопрос, И начал показать им, кто это Агнес Божий. Первый, почему Иисус взял себе образ Агнес Божий. Билли Греем, великий муж Божий, который уже ушел к Господу, через которого тысячи, тысячи, миллионы людей пришли к Богу, однажды рассказывал такую историю, чтобы объяснить понимание, как Бог вошел в нашем положении. Он сказал, представь себе, что вы творец и вы сотворили муравьи. И это муравьи идет неправильным путем. И ты знаешь, что это муравьи, если продолжит делать, погубит себя. Но ты большой для муравья. И ты смутный это муравьи. И ты понимаешь, что бы ты не скажешь это муравьев, не слышит тебя. Ты слишком большой, что он тебя не замечает. Ты не в его мире, ты другой. И ты кричишь, он не слышит. Что бы ты ни делал, он не слышит. Возникает вопрос, как помогать муравьев не погубить себя. Потому что идет на то направление, которое он погубит себя. Но скажет, что ты поставишь свою большую палец для муравьев, так оно будет выглядеть, чтобы остановить его. Знаешь, что он сделает? Он будет лезть на палец и опять будет продолжать свой путь. Он не заметит твою палец. Твоя палец будет как гора Эвереста. Самая высокая гора в мире. И он будет лезть туда и вверху поставить флаг и дальше будет спускаться и идти своим путем. Он не поймет, что за рука. Он не поймет, что это рука. Он поймет, что это какое-то непонятное, какое-то мягкое или твердое гора. Муравьи не остановятся. Ты поставишь свои руки. Если не будет осторожно, ты задавишь его и убьешь его. Но ты хочешь спасать этого муравьев. Как его спасать? И Билли Грэм говорит, тебе придется стать муравьей. Стать муравьей. Приватиться муравью. Чтобы говорить языком муравьей. Чтобы смотреть глазами муравьей. Чтобы муравьей увидят тебя как муравьей. Чтобы муравьей слышат тебя как муравьей. Этим путем ты можешь восстановить. И так и Библия утверждает, что Бог Иисус сказал будущим Богом. Филиппис 2 глава с 5 стика будущий Богом взял образ человека. Как ты берешь образ муравьей, Бог взял образ человека. Чтобы остановить нас. Потому что как Бог мы его не слышим. мы не понимаем. Если вес в его ладони, а ты на мире, планете земли, если он поставит свой палец тебе, ты как муравьей. И поэтому, чтобы спасти нас, он должен стать один из нас. Он должен оставить могущество славы его, большинство его, чтобы войти в наше положение. И он это сделал. Это есть любовь. Несликанная любовь Божия. И второй вопрос. Почему агнец Божий? Почему проливание крови? Потому что в то время, начиная с Масея, люди приходили с агнецей, козой, закалили их и проливали кровью. Они проливали кровью, чтобы кровь за них говорили. Почему? Потому что грек отделил человека настолько, что Бог сказал, кто согрешит, умрет. Иисус сказал, возьми за грек эту смерть. Если ты будешь грешить, ты погибнешь. Павел пишет, мы все потеряли славу Божьей из-за греха. Все согрешили. И цена за грех смерть. И поэтому, чтобы умереть, Бог решил, чтобы Иисус занял это дело. Но если Он придет как человек, просто как человек, трудно будет. Он должен прийти в виде агнеца, его образ и поступки и манеры и характер должен быть агнец, который ведет на заклание и ничего не говорит, мочит и его закаляет и проливает его кровью. И поэтому, чтобы не было больше постоянного кровопролития как в Ветерном Завете, что каждый берет агнеца и идет в храм, каждый берет агнеца и идет в храм. И Он заявил, теперь вот другое, что вам а это заявление, это сильный удар был для фаросеи и законоучителей, потому что они превратили это служение бизнес. Каждый раз надо купить агнеца, мясо, кровь, и надо купить, и так далее, и так далее. Иисус сказал, все, вам не придется ничего больше купить, разве это нехорошая новость? что каждый год тебе не надо купить агнеца, бегая в какой-то храме и закалить его. Но Иисус представился агнеца, чья крови решить все эти вопросы. Почему? Потому что агнец, который люди покупали, им приходили каждый купить. Почему? Потому что кровь агнеца не могла очистить эти люди. И люди должны прийти к присутствию Божьей. Но они не могли без крови. Настолько грешный человек, что Бог не может приблизить человек. Бог не может с человеком иметь ничего общего. Грек его отделяет его от Бога и Бога от него. Единственное, что может покрытие грехи, чтобы Бог не видел грехи их. Единственный способ Бог придумал используя кровь. Поэтому они берут кровь Агнеса и кровь Агнеса покрывала их. Но из-за того, что это кровь животных, не кровь подобна их, не кровь чистого, как и кровь человека. Эта кровь не очищала их от грехов. Она только покрывала их, чтобы они могли войти в его присутствие. Библия утверждает душа согрешающая, что умирет. Но Бог не хочет, все люди умирали просто так, потому все согрешили. Никто не останется тогда из его творения. Поэтому они должны прийти Агнесу. и кровь Агнеса покрывала их, чтобы Бог мог принимать их молитву, Бог мог их благословить. Бог не мог смотреть на настолько грешных. Поэтому каждый должен принести жертву для себя индивидуально. Если хочешь Бог благословить тебе, тебе нужна кровь Агнеса, чтобы тебя покрыл. Хотя эта кровь Агнеса животного не может очистить тебя от грехов твоих. Грех остается, но просто ты по покрытии крови. И Иоанн начал объяснить учениками своим разницу между Иисусом Сыном Божьем как Агнес Божий и те Агнесы, которые они покупают в рынке и в базаре и приносят в храме. Разница в том, что кровь Христа это Божий вариант, Божий Агнеса не только подкрывает тебя но и очищает тебя от грехов твоих. Отличие от других они могут только покрывать, но не очистить и белеть тебе как снега. Аллилуйя. Грех остается, но кровь Христа очищает нас от всех грехов наших, омевает нас от всех грехов наших. Это первое. Второе. Крови животных нет силы против дьявола, нет силы чтобы давать человеку жить над грехом, но кровь Агнеса, Сына Божьего, есть сила, которая защищает нас от дьявола. Оно как стена против дьявола и дает нам силу жить в это покрытие над грехом, что мы можем стоять именем Христа и крови его, и дьявол не может прикасаться к тебе. Кто знает, то счастлив. И поэтому это уже не каждый должен принести свою Агнеса. Нет, Иисус стал Агнесом для всех. Иоанн с восхищением стоял другой день и показывал своим ученикам вот он идет, вот он идет. Другими сказали за ним надо идти. Боже, не идти рынке за Агнесом. Боже, не идти покупать свечи. Сегодня современный Агнес это свечи. Боже, не идти покупать никакие предметы чтобы искать Бога. Ничего не может быть последником между человеком Бога. Бог уже решил это. Это Агнес Божий. Аллилуйя. Почему важно Агнес Божий и Сын Божий? Я расскажу вам. Дело в том, что когда мы смотрим того, что в виде Ивана, есть важные вещи. Тот, кто стал Агнес Божий, прежде тем, что Он возьмет грех мира на Себя, две вещи должны происходить. Дух Божий должен сойти на Нем, чтобы мы понимали, что Он чистый, а Дух Божий приходит именно так. На кого Бог оправдывает. И когда Иоанн увидел голубь, он также услышал голос, который говорит, вот Сын Мой, в котором мое благоволение. Поэтому ты становишься детьем Божьим, и Божье благоволение будет в тебе, и Дух Божий сходится на тебя. И поэтому нужно, чтобы Дух Святой сошел на Него, чтобы Он мог крестить людям, Духом Святым и огнем. Для этого Он должен стать огнем Божьим, чистым кровью. Но Его кровь защищает нас, но Он берет на себе грехи наши. Он берет грехи, а Его кровь будет нас защищать и покрывать, и даст нам силу. Поэтому мы поем песни чудотворной крови Иисуса Христа. И мы поем благодарю Тебя за кровь. Потому что кровь стала причиной очищения омывания нашим. И поэтому кровь помогает нам установить прощение, чтобы когда мы просим Бог прости нас, кровь не только покрывает нас, но очищает нас полностью. Не как у животных. А без прощения грехов мы не можем получить Святого Духа. И Бог хочет, чтобы мы имели Святой Дух. И Бог хочет, чтобы мы имели Дал Божий. Поэтому нужно, чтобы было это абсолют. Чтобы Бог простил тебя и не часть, а полностью. Аллилуйя. И Он это сделал. И поэтому Иоанн начал рассказывать, что ученики его увидели в ком спасения. За ним надо идти в ком спасения. Чья кровь говорит за нас лучше, чем все крови овечки. Чья кровь сила, чья кровь решение прошения грехов, чья кровь устанавливает примирение с Богом. И поэтому он другой день стоял и двое из его ученики его наблюдали как шел отец Божий к ним. Я вам хочу скажу. Согласны Деяния апостолов 2 глава 36 по 39 после того, что Дух свят сошел на учеников, мы видим, как Петр свидетельствовал, объясняет людям, что происходит. И он сказал, Иисуса, которого вы убили, Бог воскресил его из мертвы. Это была его последняя фраза. И Дарус задал ему вопрос, а нам что делать? И он сказал, покайтесь, покайтесь греха вашей, и примите дар Божий, который он обещал приготовить для вас и детям вашим, и данным вашим. То есть без покаяния и прощения грехов, Дух святой не придет жизнь человека. Но чтобы покаяние было установлено и прощение грехов было установлено, нужны крови Агнеца. Нужны чистые крови Агнеца. И эта кровь очищает, снимает, омывает тотально, полностью все грехи наши. Аллилуйя! Ты не рад, что твои грехи прощены, очищены кровью Агнеца Божьей, что кровь Христа имеет достаточно силы избавить нас от этого. И поэтому что мы видим? Что Иисус должен стать жертвой за нас. по одной причине быть Агнецем взять грехи наши на себя. Тогда болезнь включена, тогда свобода включена, все в пакете, в смете, пакет называется смерть, и в этом пакете грехи, и недуги, и немощи, нищета, проклятие, все туда. И кровь очищает нас, чтобы мы начали новую жизнь без грехов, без греха, без недуги, немощи, без прокладия, потому что Иисус прокладит для нас. Аллилуйя. А чтобы мы начали жизнь, как Авраам начал с Богом, благословением, чтобы мы стали точкой прикосновения благословения, и стали благословением для себя и для Бога. Аллилуйя. И начали жизнь, которую называют вечную жизнь. Мы начинаем жить. И теперь тот, кто во кресте древнее прошло, теперь все абсолютно новое. И все же от кого? От Бога. Аллилуйя. И смотрите, что здесь. Я хочу еще маленькую картину открыть. Смотрите. Агнец берет грехи и дает доступ Святого Духа к нам. И это объясняет тем, что Иисус сказал, лучше, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Дух Святой не придет. Каким образом он пойдет? Он возьмет все грехи наши. И он пойдет. И когда он совершит это, и скажет, все кончено. То есть он стал Агнецом, на который все могут обратиться. Не надо идти базар, не надо идти рынки, не надо купить сечи, не надо купить никакие предметы, но просто с верою увидеть Иисуса Христа, как Иоанн увидел, как Агнец будет. Исповедовать свои грехи ему, он сразу берет твои грехи, Дух Святой может открыться тебе и прийти в твою жизнь. Вот о том и Петр объяснил 2 глава Диана апостола 36-39. Вы примите это. И 3000 людей поняли это, и все, которые собрались, 3000 мужчин поняли это, не включая женщины и детей, и они приняли сразу, они покаялись и отдали одновременно все свои грехи на Агнеца возлагали и Дух Святой сошел на них. Они приняли дальше этого Духа и сформировали первое непобедимое апостольское церковь. И каждый день они молились, делились хлебом. Чудовое общение. Что произошло? Значит, если я не пойду, Дух Святой не придет. Дух Святой не придет. Почему? Потому что нет представителей, того, которые, чьи имени или чьи крови люди могут очищаться. А если нет это очищения от грехов, я не могу войти. Он его зовут Дух Святой. Он Дух Святой. Он настолько свят, что он не может войти. Но для этого он должен видеть знак крови Иисуса на тебе. Аллилуйя. Он должен видеть кровь Христа в твоей жизни. Что кровь Христа за тебя говорит. Вот почему Дух Святой христа не 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 идиот не честивый злодеятель пока не покаю с пока они не примиряются к Богу пока они не споверят свои грехи. Иисус после того чтобы вознесен к отцу сел правой рукой отца и говорит дети если кто из вас согрешит есть адатая почему он должен говорить за нас адатая чтобы Дух Святой не уходил чтобы Дух Святой не погубил чтобы мы не были разрушены потому что он пришел благословить нас он пришел давать нам силу он пришел жить с нами он не пришел чтобы нам стало хуже он пришел в этом мире чтобы через него мы познали Христа по другому мы познали отца по другому он пришел чтобы наставлять нас учить нас помогать нам жить победоносной жизни, чтобы нам было благо. Аллилуйя! И мы имели успех и просветать в нашей вере. И поэтому, пока Иисус на земле, Дух Святой ждал, Он ждал, чтобы Иисус закончил жертвоприношение. Какой? Отдать себе самого. Единственный путь, через который Дух Святой может прийти, это когда Агнец Божий возьмет грех мира на себе и станет этим знаком, через которого все могут покаяться. Когда Дух Святой спускается, Он придет, и когда Он видит, что кто-то исповедуется, Он приходит как дар от Бога, как благословение от Бога, и входит в жизнь того человека. Иисус сказал, и когда Он сойдет на вас, вы примите силу. Аллилуйя, Аллилуйя. Поэтому, услышь меня, дорогие мои, если вы признаете Иисуса Спасителем, и вы приняли Его, вы приняли Иисуса, и покаялись грехи твои, знак Агнеса, кровь Агнеса на вас, и его кровь говорит за вас, и Дух Святой вошел вас, чтобы благословить вас, чтобы утвердить вас, ваше спасение. Он есть залог вашего спасения. Аллилуйя, Аллилуйя. Это как замок. Это Он говорит, и, Одна Тайсона за тебя, когда даже ты не знаешь, как молиться, Он говорит за тебя. А немощи твои, Он говорит за тебя. А слабости твои, Он говорит за тебя. Он достает от Сесы Отца все, что Бог придумал за тебя, и достает, и отдает тебе через Духа твоего. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И поэтому Иоанн хотел, чтобы его два ученики знали Агнес Божий. И знали, что Он же и есть Сын Божий. И поэтому на следующий же день, 35-й стих, Иоанн Годж, Иоанн 1-й глава, 35-й стих, он стоял с ним и указал им, направлял их, показал им, кто Агнес Божий. Что тот и же и есть Сын Божий. И тот и же и есть тот, кто крестит Духом Святым и Агнем. То есть, это тот, кто позволяет Святой Дух прийти в твоей и моей жизни. И любой учитель, должен наставлять своими учениками идти за Иисуса, за Агнесом Божьим, за Сыном Божьим, за Помазанка, за Крестителя Духом Святым и Агнем. Иоанн не может крестить Духом Святым, я говорю, ни один человек не имеет способность крестить кого-то Духом Святым и Агнем, кроме Агнеса Божьей, который есть Сын Бога, на Котором есть Дух Божий. Никто, мы молим крестить только в воде и до типа так и мы делаем. О, слава Богу. Когда Он крестит вас, что-то меняет в своей жизни. Я быстренько дам вам две свидетельства, что изменит мою жизнь. Я родился в христианской семье, мои родители верующие, с того дня, что мои глаза открылись, уши начали слышать, глаза начали видеть, язык начали говорить, ноги начали ходить, руки начали махаться, и я начал что-то понять, что я живу в этой семье и я родился в этой семье. Все, что я помню, все время мы ходили в церковь. Каждый выходной. Это неотъемленное занятие нашей семьи. Все, что я еще знаю, мама каждое утро, в ровно семь часов без опоздания, она молится, прежде чем что пойдет на работу. и папа молитвенник, и я знаю из старейшей церкви. Я знаю, естественно, ходить в церковь, слушаю, все, все, но мы ходили в церковь, где не признавали Святого Духа, где особо чудеса и знамения мы не видели, но я помню действие. Недалеко от нашего дома был стадион, и однажды я помню хорошо, что было наклеено афиши об евангелизации, что великий муж Божий Тиел Озбон, еще бы маленький, где-то 6-7 лет, 1-2 класс, и видит, что афиши везде, что будет евангелизация, торпит народ, как на афиши видно, и видно люди с колясками, костыли, что люди якобы свидетельствуют, что они сильны. тогда я ничего не понимал, но я понял, что что-то интересное будет, когда торпит народ будет собраться. И тот день, я ждал, когда этот день стал, потому что недалеко от моего дома, я буду очевидцем, я все увижу. И настало тот день, и я как мальчик пришел в стадион и наблюдал за все, что происходит. Я хочу видеть этого человека на афиши, но его не было. Я увидел в другой конце стадиона старый английский джип, и на джипе огромный экран, а потом проехал, и крутили фильм о нем, что он в стране Филиппини и проповедовал филиппинцам, филиппинянцам, и там он проповедовал. И все сидели, все наблюдали, смотрели это кино, можно так сказать. Огромный стадион, толпы народ, большой экран, и все смотрели. Но все удивительно в фильме, когда те Озбол сделал призыв на покаяние, стадионе люди стояли на покаянии. Люди были в этой фильме, и когда он молился за исселение, фильме, который мы смотрели, люди в стадионе, где я начал исселяться, вставать от коляски, бросать свои костыли. Я говорю, что происходит? Свободен настолько сильно. И вы знаете, я тогда сказал себе, хочу быть таким, как этот человек, и хочу его видеть. И вы знаете, я увидел его до его смерти. Я был с ним, он был в Украине, был с ним в Лондоне, несколько раз, слышали его, читали его книги, он молился за меня, лично, с моей женой в Киеве, огромное собрание, здесь, в парке дружбы народов, возле Московского моста. Я был счастлив, что встретил его, дома же не встретил его, он повлиял на меня, чтобы быть евангелистом, он повлиял тем, что возбуждал этот дар Божий, чтобы жрать, делать то же. собрание, имел возможность общаться, услышать его один-один, и он делился со мной один-один, и для меня это было огромное благословение. Второй человек, который повлиялся на меня, это я уже стал злодным немножко, прежде того, что я приехал в бывший Советский Союз, я помню хорошо, что после собрания вечерней, среднедельной собрания, как среда, мне нужно два транса, добраться до собрания, и два транса, чтобы добраться обратно домой. Я сам пошел без родителей, и возвращался. Но, как я вам сказал, мы не признаем, и не молимся на языках, и все тайно, и так, непонятно, тема не прикасается. И вот, я возвращаюсь, и вместо того, что взять транспорт, и до одной точки, а потом поменять, и сеть другой транспорт, решить пешком идти. После собрания нам так хорошо, и мы шли пешком с друзьями. Но, когда мы пришли под одной мостом, недалеко от моста, огромная площадь, и там стоят цены, и человек по имени Аманкуа, известный в нашей стране, он евангелизировал, проповедовал, свобожий. И торпи народ, это привлекало мое внимание, и я стоял немножко, и начал наблюдать, прежде тем, что сядю в машину и поеду. Но, что я заметил, оставило впечатление на меня навсегда. Я услышал, как этот человек говорит простые слова, что Иисус любит тебя, он умеет за тебя, и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потом он стал молиться, и многие люди шли на покаяние, каялись, я говорю, вау, у меня церкви, люди так не каются. Еле-еле-еле один человек выходит на покаяние, а здесь открыто проповедуют Евангелие, и люди каялись, это сын, имена меня в Ильяне, и второе, он начал молиться за исцеление, и я вижу, люди бросают костыли, люди стоят, люди свидетельствуют, и бесы начали проявляться, он начал изгонять бесу, просто открыто, в вечном, открытом поле, площади, торпина, не в помещении, я говорю, вау, даже церкви, я никогда не видел, как бесы выходят, как люди исцеляются, как люди стоят в коляске, люди бросают костыли, я говорю, вау, это похоже на того, что я видел действие от Тиелл Осборни, у нас есть свое Тиелл Осборн в Ганне, вау, это ввел на меня огромное впечатление, и всегда я думал, если бы у меня была возможность чем-то заниматься, вот это то, чем я хочу заниматься, и вы знаете, иногда опасные некоторые вещи сказали, и Бог так и сделал со мной, Он сделал все, чтобы я стал евангелистом, и не жалею, я увидел своей жизни глазами и своем служении, подобные вещи, и я не перестану, я положил Библию, я положил свой диплом из-за Библии, как Осборн, как Аманква, как и другие, и я сказал, я буду проповедовать, пока я дышу, это мое занятие до конца дней моей жизни, я хочу видеть, как люди спасаются, я хочу видеть, как люди избавляются, я хочу видеть, как кровь крыса отмевает людей, умевает, очищает людей, я хочу видеть, как кровь крыса говорит за людям, как душит крысит людей, как люди поручают помазание, поручают свободу и свою очередь, хочу, чтобы возле меня стояли, как стояли возле Иоанна, и сказали, вот Агнез Божий, за ними ти, хочу указать на креста хочу указать на помазанника на крестителя на спасителя хочу, чтобы все украинцы шли за Иисусом хочу, чтобы весь мир узнал, что нет другого спасителя кроме Иисуса Христа это вкусный завтрак о, друзья мои это очень вкусный завтрак вот свидетельство своей личной жизни теперь вы поняли, почему я делаю то, что я делаю почему я здесь кто-то повлиял на меня так и Иоанн повлиял на своих учеников и вы знаете, это был Андрей и Андрей со своим братом они пошли за Иисуса и они стали учениками Иисуса и они стали апостолами это была радость Иоанна что они послушали и ты за крестом я молюсь, чтобы ты шел за крестом до конца дня твои Иисус сделает тебе лучше, чем меня ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Открывает, очищает, дает силу и говорит за. Его Святой Дух прибывает в нем и с ним, и помазание на нем. Иисус сделает тебе другим человеком. Халлилуйя, халлилуйя. Благословляю вас. Завтра, в такое же время, давайте встретимся с Иисусом на завтрак. Так, скажите со мной, дорогой Иисус, с этого дня я буду, снова посвящаю себя тебе и буду ходить за тобой до конца. Ты мой огнец Божий, Ты мой Сын Божий, Ты мой Спаситель, Ты мой Хадатая. И спасибо за Святого Духа, спасибо за крови Твои, спасибо, что Ты за меня, Ты любишь меня. Я Твой, навеки Твой. Амин, 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 амин. Пусть Господь благословит вас. Идите за Христом, идите за огнью за Божьим. Только Его кровь поможет вам. Если вдруг в Ваше сердце появится желание поддержать наше служение, не замедляйте, пожалуйста. В конце увидите информацию, зайдите в нашем блоге, увидите номеркаточки. Пусть Господь благословит семени веры вашей. И я твердо верю, что вы будете вкушать от плоди дел вашей. Сени ваши принесет огромный урожай. Пусть Господь благословит. Увидимся завтра в это же время. Во имя Иисуса Христа. Амин, амин.